Всем привет! С вами вновь подкаст «Техника и артистизм». Это уже пятый выпуск. Меня зовут Максим Самойленко, и сегодня со мной, как обычно, мой соведущий Александр Атиполихин. Здравствуй, Саша! Всем привет, друзья! Мы продолжаем замечательную традицию приглашения гостей. Я сразу анонсирую, что мы сегодня снова не вдвоем. Сегодня с нами Илья Пожарский, замечательный человек, который в данный момент трудится в должности PR-менеджера PlayStation Россия, и до этого много лет трудился на благо компании Lenovo в России, тоже на продвижении. И, в общем, у Ильи за плечами огромный бэкграунд, и мы с ним сегодня, я надеюсь, поговорим о многих интересных вещах. Привет, Илья! Привет, Максим! Всем привет! Спасибо, что пригласили. Постараюсь не разочаровать вас. Илья, возможно, с нами пробудет не весь подкаст, а какую-то только его часть, потому что Илье нужно торопиться и бежать по своим делам, и, кроме того, у него может разрядиться ноутбук. Но, тем не менее, это все мелочи. Мы, я думаю, сегодня успеем обсудить много чего интересного. Хотелось бы еще раз благодарить вас всех за то, что вы яростно, просто-таки яростно комментируете, обсуждаете наши подкасты на сайте DisgustingMan.com, на YouTube, скачиваете и дайте нам оценки на iTunes. Это очень-очень приятно. Мы уже, в общем-то, штурмуем практически топы в iTunes. И это замечательно, действительно, нам очень приятно работать, зная, что вы нас слушаете, и наше мнение вам интересно. Спасибо вам за это огромное. Сразу предупреждаю, друзья, так как этот выпуск вы сейчас слушаете в среду, то есть вчера, по вашему времени, вчера состоялась презентация компании Apple, и вам там, скорее всего, показали на шестой iPhone, там, может быть, даже iWatch. Мы этого сейчас ничего не знаем, потому что мы наш подкаст записываем еще в субботу. К сожалению, такая вот небольшая задержка происходит у нас техническая, поэтому мы сегодня не будем обсуждать презентацию Apple. Мы просто-таки не знаем, что там произошло. Обязательно обсудим в следующий раз. Я думаю, что мы либо весь подкаст, либо там значительную его часть посвятим презентации Apple. Поэтому простите за вот эту задержку. Надеюсь, у вас хватит терпения еще подождать недельку. Тем не менее, у нас и без этого хватает очень много интересных тем. В частности, на прошлой неделе состоялась выставка конференции IFA в Берлине, где огромное количество компаний представило огромное количество интересных продуктов. Мы сегодня планируем обсудить чуть подробнее, что там было интересного и на какие вещи и нам, и вам стоит обратить внимание. Еще одна важная тема, связанная с компанией Apple, это недавний скандал вокруг утечки, скажем так, пикантных фотографий некоторых знаменитостей. И как эта история влияет на пиар, и как она негативно влияет на репутацию и маркетинг компании Apple. Сегодня мы хотели бы это обсудить чуть более подробно. И вот как раз Илья, мне кажется, здесь нам очень сильно поможет, как человек, давно и долго работающий в пиаре крупных технологических компаний. Я думаю, он поделится с нами своими соображениями и неким инсайтом, как вообще это работает изнутри. В общем, много чего сегодня обсудим. Я предлагаю начать. Саша, вот сразу к тебе вопрос, если мы будем говорить про облачные технологии. Ты вообще часто пользуешься облаком? И в каком виде, и в каких вообще пропорциях? Да, ты знаешь, я уже давно пользуюсь облаком, то есть совершенно не использую локальный контент и не передаю его посредством каких-то носителей. То есть там флешик, либо там CD, DVD и так далее. Это уже все в прошлом. То есть весь контент в плане видео, он хранится у дистрибьютора, то есть в iTunes, либо в Google Play. Соответственно, с музыкой тоже самое. Ну и фото все лежат в Dropbox. Так что локальный контент я практически не использую. Илья, я так понимаю, что ты тоже, в принципе, уже привык к облачным технологиям и всячески их используешь? Ну, безусловно, Макс, я их использую. Может быть, у меня несколько разделения нестандартное такое, хотя для всех корпоративных товарищей, я думаю, вполне обыденное. Но, думаю, интересно будет читателям, слушателям, извините, понять, какие, в принципе, есть, наверное, системы хранения данных. Скажем, то облако, да, и вот эта вот пикантная история с актрисой Дженнифер. Наверное, здесь облака от Apple, да, они относятся к неким таким закрытым системам, да, то есть это экосистемы компании. Также есть открытые, да, тот же Dropbox, самый известный. И есть корпоративные, да, то есть это выделенные сервера. Ну, собственно, я пользуюсь ими тремя, да, по работе, естественно, это закрытые, закрытые соединения, да, шифрование, это серверы. Для себя лично я использую тот же Dropbox, ну, плюс по, скажем, это необходимость, да, я использую iCloud. Ну, потому что у меня есть iPhone. Плюс я вот сейчас стал использовать активно OneDrive, да, бывший SkyDrive, майкрософтовский, потому что у меня лэптоп на винде 8, это отдельный разговор. Но, тем не менее, если возвращаться к нашему топику, да, то я, в принципе, использую широкий круг достаточно облачных систем хранения. А, ребята, никто из вас не использует личное облако, то есть облако, которое стационарно находится у себя дома. Ну, то есть собственный сервер, ну, или кто-нибудь думал вообще об этом, что можно использовать не чьё-то облако, там, не Apple, не Dropbox, а сделать своё собственное? Я, во-первых, не настолько технически продвинут, чтобы этим заниматься, честно говоря, а, во-вторых, я не понимаю, зачем, ну, вот, правда, зачем. Вот, все мои документы, там, все мои фоточки, всё давно сохраняется в iCloud, я, к счастью, никаких ньют фото не делаю, в общем-то, поэтому... Ну, нет, смотрите, постороннее облако, да, чьё-то облако какой-то компании, оно ограничено по месту и как-либо монетизируется. То есть ты зависишь от сервиса, да, пользуешься чьим-то сервисом и за это как-либо платишь. Хорошо, когда это бесплатно, но бесплатное пространство обычно даётся в каком-то ограниченном количестве, да, то есть там либо 5 гигабайт, либо там 10 гигабайт и так далее. Вот, а своё облако ты можешь сделать какое угодно, то есть там купить винчестер на терабайт, и у тебя будет терабайт своего облачного пространства, и это будет совершенно бесплатно. Ну, классно, а ты пользуешься таким? Нет, сейчас нет, но я действительно подумываю организовать такую вещь, но есть один момент, всё-таки электричество, да, электроэнергию, за электроэнергию нужно платить. Вот, и постоянно включенный компьютер, который взаимодействует с интернетом, он всё-таки как-никак потребляет электричество. Но это не самое важное, конечно, электричество сейчас стоит недорого, не какая-то проблема, и тем более это будет дешевле, чем там платить за какой-то сервис. Вот, но на самом деле да, то есть это нужен специальный софт, это нужно построить свою собственную экосистему, твой собственный сервер должен каким-то образом контент отдавать, а ты каким-то образом должен его получать. И при этом это должно быть безопасно, что немаловажно. Ну, Саш, мне кажется, сейчас такие глубины гиковские удалился, что, ну, то есть я не могу себе тоже представить человеку, который этим будет заниматься. То есть обычному консюмеру, ему, конечно, гораздо более удобно, и это понятно, использовать чьё-то облако, да, какой-то удобный сервис. То есть тут речь идёт, ну, если мы возвращаться будем к истории вот с этим скандалом в iCloud, тут как раз совершенно противоположная история. То есть сегодня любой человек, более-менее пользующийся смартфоном или каким-то современным ноутбуком, он так или иначе в облаке завязан даже, по сути, без какого-то своего активного участия. Потому что сегодня ты покупаешь iPhone, у тебя уже там всячески работает iCloud, ну, или, по крайней мере, его активация клауда занимает, там, две минуты. Или тот же SkyDrive, про который я упоминал, там, или тот же Dropbox, в общем-то, уже очень сильное большое распространение получил. То есть облачные технологии в нашу жизнь вошли уже плотно, и от них никуда не избавиться. И как раз-таки компания Apple, да и компания Google, которая особенно активно работает в облаке, они делают работу с облаком максимально бесшовной, максимально удобной, так, чтобы вы даже, в принципе, не отдавали себе отчёт, что такое iCloud, что там бэкапится и так далее. Кстати, мне кажется, в этом есть некая проблема. Допустим, у компании Apple экосистема, вот облачная, она работает, скажем так, независимо от пользователя, да, то есть по умолчанию все фоточки у тебя сразу улетают. От этого создаётся впечатление, точнее, не создаётся впечатление, а обычный покупатель, консюмер, он не понимает, как облако работает, то есть где хранятся его фото, куда они улетают и как используются. Ну, это да, но с точки зрения консюмера, там, абсолютно так, среднестатистического, это, в принципе, нормально, потому что я и не должен знать, там, куда это всё бы капится. Да, безусловно, это удобно, но это создаёт ряд проблем в плане безопасности. То есть человек не отдаёт себе отчёт, как это работает и не может должным образом обеспечить безопасность этой системы. Ну, вот смотри, конкретная история с утекшими фоточками. Там, на самом деле, я так понимаю, по разным слухам чуть ли не примерно, не около ста человек пострадало в итоге, причём далеко там не все ещё фотки, я так понимаю, опубликованы. Ну, вот самый, наверное, известный, самый громкий резонанс получили публикации фотографии Дженнифер Лоуренс, и Дженнифер Лоуренс как раз писала ещё где-то вот в мае, по-моему, у себя в Твиттере, она написала, что её, значит, iCloud всячески предлагает ей строить бэкап данных, но я не знаю, как делать бэкап данных, типа iCloud сделай это сам. Ну, то есть, вот примерно так она написала в Твиттере, и человек абсолютно не разбирается в технологии, это никакая там не критика, не претензия, это нормально. Человек, в принципе, не хочет даже понимать, что такое iCloud, куда там чего бэкапится. Это вот просто она купила телефон, всё должно работать, и всё замечательно. Я считаю, что это абсолютно нормальный подход, не все люди должны разбираться и понимать, куда там чего бэкапится. Но так получилось, что именно Дженнифер Лоуренс стала жертвой вот этой самой истории. Я вкратце расскажу, что некие хакеры в итоге получили непонятно по-прежнему толком, непонятно каким образом, доступ к фотографиям, сохранённым в облако, и Дженнифер Лоуренс, и ещё ряда звёзд. И все вот эти вот очень, значит, личные, частные фотографии попали в сеть, начали моментально тиражироваться всякими хакерами, там, и любителями пикантных фоточек. И пока что непонятно, почему именно произошла эта утечка, каким именно образом. Многие поспешили обвинить компанию Apple, потому что многие из этих жертв пользовались айфонами или устройствами от Apple, и сами хакеры заявляли, что они каким-то образом получили доступ к данным iCloud. Сама компания Apple спустя два дня после начала этого скандала заявила, что iCloud не был причиной утечек, что iCloud никто не взламывал, но хакеры получили доступ вот именно к этим аккаунтам, вот этих вот звёзд, то есть каким-то образом угадали логины, пароли, подгадали правильные ответы на вопросы. В общем, какой вывод я хочу из всей этой истории сделать? То есть тут даже технически не столь важно сейчас нам понять, каким образом произошли эти утечки и взломы. Тем не менее, интернет уже сделал вывод, всё, виноват iCloud. То есть вот это такая общая идея, которая в интернете распространилась, что компания Apple виновата, значит, iCloud виноват, всё очень плохо. Может быть, iCloud и не виноват, это уже неважно. Тут, на мой взгляд, для маркетинга и вообще репутации Apple это очень-очень большой неприятный удар. По двум причинам. Во-первых, компания Apple нам периодически и очень часто напоминает, что их устройства самые надёжные, самые безопасные, что там они так заботятся яро о безопасности, значит, приватности и так далее. И тут вдруг вот такой неожиданный конфуз с iCloud. Повторюсь, неважно, виноват iCloud или нет, но публика уже сделала вывод. Это очень неприятно само по себе. И, во-вторых, компания Apple, особенно если мы вспомним недавнюю покупку Beats, свой маркетинг выстраивает очень серьёзно вокруг привлечения звёзд, селебрити, спортсменов, всевозможных актрис, актёров и так далее. То есть это очень важное направление работы маркетинга компании Apple. Мы там можем вспомнить много рекламных роликов, где фигурировали известные актёры и режиссёры рекламирующей продукции Apple. Да, у нас не так много вот этой рекламы. Я, честно говоря, даже по телевизору не видел никогда. Но максимальная доля вот именно использования звёзд в рекламе у Apple, конечно, всегда есть. Ну да. Их основная фишка. Да, и, собственно, Samsung тоже всячески старается тоже идти по этому пути. То есть они там, можно вспомнить, Леброна Джеймса, который сначала Samsung рекламировал, а теперь выяснилось, что он сбился. Ну, просто чтобы вот наши слушатели понимали то, что мы вот не видим всю эту рекламу, а вот в США и, ну, на основных вот таких рынках она там присутствует в очень большом объёме. Ну да. Да. И получилось, что сейчас под удар как раз эти самые селебрити и попали. То есть эти самые селебрити стали жертвами. Они всячески пишут, что там вот как раз, по-моему, сейчас, если не ошибаюсь, Кирстен Данст у себя даже написал в Твиттере. Спасибо iCloud. Спасибо iCloud, да, то есть так, значит, саркастически. В общем, два серьёзных удара в одном получила компания Apple по своей репутации, по своему имиджу, особенно накануне презентации 9 сентября. Это особенно неприятно. И вот тут вопрос, как вообще маркетингу и пиару крупной технологической компании, вообще что делать в таких ситуациях? Как с этим бороться? Как пытаться свою репутацию каким-то образом очистить? Вот, Илья, на твой взгляд вообще, что, насколько, может быть, я преувеличиваю, или там Apple не так всё плохо, или всё-таки ты согласен со мной в том смысле, что эта ситуация для Apple очень неприятна? Макс, ну я, наверное, как пиарщик отвечу несколько уклончиво, да, то есть, во-первых, всем известно, да, что не бывает, в принципе, плохого пиара, а во-вторых, то, что произошло, немножко преувеличено. Мы все помним, как несколько лет назад вскрыли PlayStation Network, и там ситуация была гораздо серьёзнее, потому что дело касалось не просто личных аккаунтов, а банковской информации, да, вот. И в целом, в целом сейчас, да и по прошествии каких-то, не знаю, нескольких недель отношение к компании в целом не ухудшилось, как у игроков, так и у бизнес-сообщества, потому что компания, в принципе, сделала правильные выводы и не стала паниковать, не стала там открещиваться и говорить, что они там ни в чём не виноваты, она просто заверила всех, что действительно какие-то, может быть, неполадки были, но они будут устранены. В принципе, здесь приблизительно такая же ситуация, я думаю, что на благо бизнеса Apple это пойдёт только на пользу, и они с точки зрения маркетинга, с точки зрения пиара на этом ещё и выйдут. Понятно, что через несколько дней вот то, что я видел, даже биржа как-то негативно отреагировала, по-моему, там на 4% акции у них упали. Ну да, они там обратно за соточку упустились. Да, да, но для такой корпорации, как Apple, это семечки, я думаю, ничего страшного не случится. Так что не стоит, наверное, преувеличивать. И вот ещё один момент интересный, я с самого начала хотел затронуть, это так называемая компьютерная неграмотность, да. То есть мы все знаем, опять же, что незнание не освобождает от ответственности. И, скажем, те же звёзды, да, которые использовали для каких-то своих интимных целей тот же iCloud, да, может быть, они знали об этом, может быть, не знали, ведь у Apple там автозагрузка, по-моему, изначально, да, установлена. Ну да, она по дефолту предлагается. Да, то есть по большому счёту виноваты сами пользователи. Опять же, ясно, что Apple не будет на этом напирать, да, потому что это совсем было неправильно, как тактически, так и там стратегически. Но, тем не менее, я к чему клоню? Вот эти вот все взрывы, да, такие вот хакерские атаки, они на самом деле, их стоит воспринимать позитивно. То есть, вот степень проникновения новых технологий, она в целом остаётся до сих пор на достаточно низком уровне. И если это привязать к утечке фотографий голливудских звёзд, да, то для планеты Земля, да, в таком вот глобальном смысле, ничего страшного не произошло, потому что достаточно большое количество людей по-прежнему вообще не пользуется этим iCloud, вообще, в принципе, не знают, что это такое. Вот, и для них вся эта история прошла по касательной, ну, разве что только фоточки, да, посмотреть. Да, безусловно, на родном рынке в Соединённых Штатах эта история там резонансная. Да, там в Европе тоже какие-то крупнейшие средства массовой информации, безусловно, на ней погрелись. Да, там в интернете она разошлась, но в целом, в целом, я не вижу здесь ничего плохого, я не вижу здесь какой-то трагедии для компании Apple. Вот, а скорее это, наоборот, некий такой позитивный момент для того, чтобы экосистему, вот эти технологии как-то доработать, да, и, возможно, даже, ну, скажем, Apple придумать какую-то там компанию по социальному, я не знаю, там, образованию пользователей, да. То есть, как правильно пользоваться нашими технологиями для того, чтобы они приносили нам удовольствие, да, там, радость, а не какие-то там горести. Вот окей, сразу я в этом вопросе Илью сейчас поддержу, потому что большинство людей всегда реагируют на какие-то массовые события, на происшествия. То есть, чтобы обеспокоиться безопасностью чего-либо, что-то должно произойти. Вот, то есть, есть конкретный случай, конкретный пример. Пострадала безопасность, да, определенных людей. Соответственно, эту проблему надо как-то решать. Поднимается такой массовый, скажем так, вопрос, как эту проблему решать. И у Apple есть ответ на этот вопрос. Их новая система Touch ID, которая совершенно убирает вот этот момент слабого пароля полностью. То есть, произошло происшествие, люди на него реагируют, надо как-то решать этот вопрос, надо улучшать безопасность. И тут же у Apple есть технология, которая решает этот вопрос. То есть, для продвижения вот этого Touch ID, для улучшения безопасности, это очень хороший случай. То есть, сейчас к Touch ID и вот к этим системам безопасности будет больше внимания, нежели до этого. То есть, я тоже понимаю вот этот случай как некоторое позитивное происшествие. Друзья, смотрите, две вещи. Первая по поводу чисто технической реализации, вот то, о чем вы сейчас говорили. Вот, и сейчас, Саша, я с тобой абсолютно согласен про Touch ID. И что, опять-таки, мы сейчас вещаем из прошлого. Но вполне возможно, что 9 сентября нам показали уже, может быть, даже и iPad из Touch ID. Да, это очень вероятно. Или, по крайней мере, слухи об этом ходят. То есть, что делать дальше в компании Apple тут, ну, то есть, достаточно понятно. Да, свою безопасность увеличивать, внедрять Touch ID везде и всюду. Более того, Тим Кук сразу же дал интервью, по-моему, в Wall Street Journal, могу сейчас ошибаться, где обещал, что в течение двух недель компания Apple, значит, развернет свою двухэтапную систему аутентификации на все свои сервисы. И там внедрит еще некоторое количество еще более серьезных улучшений в свою безопасность своего iCloud. Ну, то есть, это все такие технические детали. Тем не менее, это все понятно, что компания Apple, естественно, она будет по итогам этого скандала только проведет внутренний аудит и сделает свои сервисы еще более безопасными. Это все понятно. Но я хотел бы вернуться вот к тому, что сказал Илья по поводу того, что пользователи виноваты. Вот я с этим категорически не согласен. Просто не согласен категорически. Потому что, ну, что, значит, пользователи виноваты? Вот, смотрите, у вас есть сервис, да, у вас есть телефон, это ваше личное частное устройство. Там, не важно, что оно бэкапится в iCloud, об этом, опять-таки, люди, может быть, не знают, не подозревают. Это моя совершенно приватная история. Я этот телефон, там, может быть, защищаю паролем. Я вообще подразумеваю, что его никто в руки не возьмет и никто никогда не полезет смотреть мои фоточки. Ну, то есть, как можно обвинять людей в том, что они делают частные фото? Вот они утекли по какой-то, по причине каких-то хакеров или какой-то технической дыры. И как мы можем обвинять в этом людей? Люди совершенно не виноваты. Они эти фотки не хотели никуда публиковать. Эти фотографии были предназначены либо для них самих, либо для их, там, не знаю, любимых, кого угодно. Ну, то есть, говорить о том, что здесь виноваты пользователи, мне кажется, это несколько такая лицемерная история, вот, честно говоря. Макс, ну, я тебя немножко перебью, да, и, возможно, уточню свою позицию. Я не говорил ни в коем случае, что виноваты пользователи, потому что, по сути, да, я как человек, я тоже пользователь. Если со мной что-то произошло, я также, наверное, реагировал на это. Я имел в виду несколько другое, попробую сейчас объяснить. Помните, мультфильм был, точнее, не мультфильм, да, серия в Саус Парке, когда кто-то из ребят, я не помню кто, да, по-моему, айфон он купил, я не помню что, какое устройство от Apple, да, и везде он там тыкал ок-ок-ок-ок-ок, да, там, и в итоге по... В конце там выяснилось, что он чуть ли не раб, да, компании Apple. Я именно имел в виду вот этот такой щекотливый момент, что, возвращаясь, опять же, к моему любимому вот этому словосочетанию в последнее время, да, там, некая компьютерная грамотность, то, что люди как-то халатно к этому относятся, и да, здесь есть вина корпорации и компании в том, что они не проводят некие образовательные, не знаю, образовательные программы, да, для того, чтобы научить людей пользоваться этими технологиями. Потому что технологии шагают очень быстро, да, там, сегодня-завтра, я не знаю, в космос полетим куда-нибудь в другую какую-то галактику. Это все быстро происходит, да, но люди не успевают за этим, да, потому что степень проникновения вообще этих технологий, она достаточно тормозится серьезно в ряду, ну, в силу ряда причин, да, там, экономических, не знаю, географических, геополитических, вот. Но возвращаясь, опять же, к нашей истории, я к тому, что, ну, приведу пример себя, какие-то личные дневники, какие-то личные фотографии я до сих пор храню все-таки у себя, да, то есть я вот, например, ну, может быть, потому что я работаю в этой сфере, я, тем не менее, не загружаю там в облако что-то конфиденциальное, что-то касающееся там лично моей какой-то жизни, вот. Стараюсь все-таки это при себе держать. С момента появления всех вот этих вот приятных и очень простых, да, в обращении вещей, люди почему-то перестают думать о какой-то сейфити, да, вот такой собственной безопасности, да, то, чего бы они не сделали еще 10 лет назад, да, и вот то белье, которое бы они, скажем, не вывесили на балкон, да, я вот именно об этом говорю. То есть, безусловно, никто не виноват, да? Нет, подожди, все виноваты. Либо все виноваты. Не, ребят, вот есть конкретная проблема, у нее есть две стороны. С одной стороны, пользователям очень неудобна вот эта вся регистрация, подбор паролей и так далее, потому что, ну, то есть, это уже старая и понятная проблема. Что аккаунтов у тебя просто миллион, и каждому вот этому миллиону аккаунтов еще придумывать пароль, ну, господи, ну, это же невозможно. Все пароли запомнить от всех учетных записей, у меня их там вообще какие-то сотни, по-моему, да, и поэтому понятно, что люди стараются сделать пароль там менее защищенным и простым, потому что им нужно его запоминать как-то. С другой стороны, компании, они же могут, да, то есть, при регистрации сделать определенные условия, чтобы ты там придумывал пароль, чтобы там были цифры, знаки и прочее, понимаешь? Но это, опять же, усложняет регистрацию. Есть вероятность, что человек просто откажется от сервиса, вот и все. То есть, это две стороны одной медали, которые, ну, не могут просто сойтись. Надо, чтобы было больше безопасность, но в то же время надо, чтобы это все было просто, понимаешь? Вот ты, Саша, сейчас абсолютно в яблочко попал. Я как раз хотел сказать, что есть совершенно четкая обратная зависимость между удобством и безопасностью. То есть, чем больше любая компания внедряет систем безопасности для своих же пользователей, тем больше от этого страдает пользователь с точки зрения юзер-интерфейса и удобства и простоты пользования. Вот здесь любая компания, не только Apple, Google, Microsoft, какая угодно, она всегда стремится найти вот этот идеальный баланс между тем, чтобы, с одной стороны, все было безопасно, секьюрно и здорово, а с другой стороны, чтобы не мучить каждую минуту своих пользователей необходимостью подтвердить пароль, ввести что-то еще. Людей это реально бесит. И вот как раз-таки, когда Apple ввели Touch ID, ну, то есть, я, например, знаю сам людей, которые мне жаловались, что дико бесит, когда ты заходишь в App Store или в iTunes, там, пытаешься что-то купить, и тебя каждый раз спрашивают, введите пароль, введите пароль, введите пароль. Это реально там надоедает людям. Они хотят без этого покупать все спокойно и не мучиться. Но, тем не менее, пароль нужно вводить, чтобы, не дай бог, кто-то случайно без твоего ведома не купил на 100 долларов какую-нибудь, не знаю, там... Да-да-да, платежи с пин-кодом и так далее. То есть, это все системы, которые вроде как бы стараются тебе жизнь сделать лучше, но при этом они еще и усложняют ее. Ну, да. Но как только появился Touch ID в iPhone 5s, сразу по статистике возросло количество... Ну, то есть, раньше многие люди вообще даже паролей на свои телефоны не ставили, даже вот эти четыре циферки, как ты на iPhone там вводишь, потому что это даже вот это многих бесит. Типа, я хочу взять в руки телефон, сразу же попасть на рабочий стол, там, начать читать Twitter, условно говоря. Мне лень и меня бесит вводить пароли каждый раз. Когда появился Touch ID, согласно статистике, которую Apple публиковала, сильно возросло количество людей, которые стали защищать свои телефоны паролями, просто потому что теперь тебе даже не нужно эти циферки вводить, просто ты подносишь палец к кнопочке, у тебя считывается твой отпечаток пальца, и все снова работает. То есть, тут пользователи получили безопасность, но при этом их жизнь не стала сложнее. Вот в этом плане Touch ID замечательная технология. И, то есть, с одной стороны, мы можем ругать, конечно, Apple за то, что вот они там не везде свою двухэтапную аутентификацию внедрили, или там где-то у них какие-то недостаточно секьюрные есть механизмы. С другой стороны, я думаю, что в Apple тоже не дураки сидят, они понимают, что если они сейчас свою безопасность просто закрутят гайки по полной, то пользователи начнут от этого страдать просто с точки зрения удобства. Правда, здесь есть и другая сторона, и тут я Apple в любом случае обвиняю очень серьезно. Там по разной информации говорят, что по некоторой информации, скажем так, некоторые аккаунты этих звезд были взломаны путем так называемого тупого брутфорса iCloud.com, то есть, собственно, сайта. Подбор пароля, да? Да, то есть, система до, вот буквально несколько дней назад только Apple закрыла эту дыру, до этого момента любой желающий мог бесконечно подбирать пароли на iCloud.com, и система не ставила блока на количество вот таких вот неправильных вводов паролей, то есть, это на самом деле элементарная просто совершенно ошибка техническая, которая такая компания, как Apple, в принципе, мне кажется, не имеет права себе позволить, то есть, все-таки, ну, ребята, это там не какой-то стартап, а это серьезная, там, крупнейшая в мире технологическая компания, она должна такие вещи по дефолту закрывать. Почему этого не произошло, я не знаю, честно говоря, мне кажется, что здесь есть большие претензии компании Apple. Ну, это действительно так, то есть, это на 100% произошло, ну, то есть, Apple действительно позволяла совершать вот взлом путем подбора паролей. Это 100% информация или нет? Нет, ну, то есть, есть информация, эта дыра, она была, ее подтвердили, ее несколько дней назад закрыли. Нет подтверждения того, что именно из-за этой дыры были украдены вот эти фотографии, то есть, прямой связи между утечками фоточек и вот этой дырой ее нет. Но сам факт того, что это дыра, что она была, это факт, уже подтвержденный многими, и это, ну, на мой взгляд, необъяснимая какая-то совершенно ошибка, то есть, никакого оправдания здесь придумать нельзя. Вот, ну, смотрите, ребят, я хочу немножко вернуться к Touch ID. Вот, скажу сразу, где-то примерно 5 лет назад у меня был ноутбук с Touch ID. Ну, то есть, не вот именно Touch ID, как у Apple, да, а точно такой же технологией, точно таким же маленьким окошечком, рядом с клавиатурой, когда ты прикладываешь палец, и у тебя там, либо там ноутбук разблокируется и так далее. То есть, это не какой-то ноу-хау, это существующая технология, но к этой технологии как-то надо привлечь внимание. Саш, я тебя перебью, я даже больше скажу, вот прямо сейчас я с вами разговариваю, и, собственно, разговариваю с ноутбука ThinkPad, да, это ленововская история, и вот у меня, собственно, есть Touch ID, да? Да, то есть, это штука, которая всегда была. Да, она всегда была, я даже вам маленький инсайт могу рассказать, что, в принципе, эта технология была IBM-овская, точнее, не совсем IBM-овская, там компания была небольшая, которая для IBM это делала, подрядчик, вот, и потом она перешла по наследству, соответственно, в Lenovo, не буду эту историю рассказывать, как там бизнес ПК IBM достался Lenovo, вот, все могут в Википедии прочитать. Я к тому, что, по-моему, год или полтора назад это было так замолчено, ну, прошло незаметным, потому что, естественно, никому не выгодно было на этом пиариться особо сильно, но вот от Lenovo, по-моему, эта компания перешла как раз в Apple, вот с этой технологией. Интересно, интересно. Илья, а ты вообще, ну, то есть, вот, для чего используется вот этот вот сенсор, сканер отпечатка на вот конкретно на ThinkPad? То есть, ты его для чего-то используешь? Если честно, есть несколько сценариев, я использую самые примитивные, чтобы не вводить пароль. Пароль на вход, ты имеешь в виду на вход? Да, блокировка, разблокировка. Ну, вот видишь, то есть, технология всегда была, но только Apple смогла к этой технологии привлечь вот такое внимание. То есть, востребованность вот избавиться от учеток и паролей, она вот сейчас, прямо сейчас, она невероятно востребованна. То есть, уже любой человек реально понимает, что это ему надо. Вот, и создать хайп вокруг вот этой технологии, это самое время сейчас сделать. Это, я считаю, реально даст компании Apple преимущество и поднимет продажи устройств Touch ID. Мы сейчас договоримся до того, что это на самом деле был такой вброс специальный от компании Apple. Да, 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 это заговор, Макс, серьезно. Окей, окей. Ну, тут, ну, то есть, мы можем вспомнить, что сейчас вот iOS 8 уже там на днях, скорее всего, выходит, да, которая при помощи системы Extensions, расширений, позволяет приложениям друг с другом общаться, и в том числе One Password очень известный многим, часто пользующийся приложением, которое хранит ваши пароли, там, учетки, кредитные карты и так далее. Уже вот недавно была информация, что уже более 100 приложений оптимизировано под iOS 8 и уже работают вот в связке с этим One Password. Если еще и допустить, что теперь вы сможете разблокировать, там, заходить на ваши сайты, я не знаю, какие-то, на которых вы часто логинитесь, или там делать покупки в каких-то интернет-магазинах при помощи просто нажатия на Touch ID, без ввода каких-то паролей. Я сейчас просто совершенно это гипотетически говорю, я не уверен, что так все будет, но если мы представим, что это действительно так случится, то это, конечно, будет очень-очень-очень удобно, и я прям жду, когда это будущее наступит. Ну вот смотрите еще по поводу Touch ID. С другой стороны, это не только, скажем так, покупателям нужно, это нужно вообще всем, то есть это нужно, скажем так, нормальному правовому социальному обществу, то есть есть проблема идентификации конкретного пользователя, то есть неясно, ты устройством пользуешься или не ты. Допустим, если ты там какой-то преступник и совершаешь правонарушение, используя компьютер, то идентифицировать тебя – это очень сложный процесс, то есть неясно, это действительно ты пользовался этим компьютером или не ты. А вот когда входят вот такие биометрические, скажем так, способы идентификации, то тоже точно ясно, твой это девайс, ты его использовал или не ты. То есть в этом заинтересованы также и там корпорации, вообще правовая сфера. Ну ты сейчас затронул очень такую серьезную большую тему на самом деле, то есть тут же можно тогда вспомнить еще и про то, что сейчас наше правительство собирается запретить там в Wi-Fi в публичном доступе без какой-то идентификации, на что не так давно у нас некий хайп был и скандал. Ну не то чтобы скандал, но пересуды по этому поводу были. Ну да, да, то есть все пытаются вот решить эту проблему идентификации конкретного пользователя, что действительно там ты – это действительно ты. То есть ты не сможешь, допустим, купить машину, да, не обозначив свою личность точно, ты не сможешь получить права, ты не можешь оформить квартиру и прочее. То есть это нормальные правовые взаимоотношения, которые можно как-то регулировать и контролировать. То есть и регулировать между пользователями, между людьми, когда они могут свои отношения там заверить документально. Тут точно то же самое. То есть отношения между пользователями, они переходят в фазу именно такого правового общения, когда ты можешь действительно там заключать контракты, договора и прочие посредства электронных устройств. Абсолютно согласен со всеми спикерами, потому что многие забывают, что интернет – это все-таки публичное место, да, и до какого-то момента, ну, думаю, даже сейчас, да, некий хаос. А в жизни хаос ни к чему хорошему не приводит. Мы же все пользуемся паспортами, ID, там, правами. Здесь то же самое, по идее, должно быть. Просто, ну, это очень сложно как-то на правильные рельсы поставить, чтобы никого не обидеть. Ну да, тут есть момент именно, как бы, скажем, такой свободы самовыражения пользователей, там, и так далее. А интернет – это сейчас площадка, где можно, там, говорить все, да, все, что ты хочешь, по сути дела. Это никак не контролируется. И с одной стороны, это вроде бы и хорошо, а вроде бы и плохо. Вот, то есть мы вот сейчас в современном обществе общаемся, а там, на уровне, когда идти за мое отношение, можно как-то контролировать в интернете, контролировать нельзя. То есть, с одной стороны, вроде бы это хорошо, а вроде бы нужно, вроде бы правильные рельсы, что да, ты можешь действительно о чем-то договариваться, быть при этом защищенным полностью, ну, с правовой точки зрения. Но с другой стороны, нельзя будет мамку чью-то послать. Да, 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 это как раз история, что если все в интернете подписывали своими реальными именами, там, в разы было бы меньше людей, которые тебя на форумах посылают, там, предлагают тебе морду набить там и так далее. Потому что, когда люди отвечают за свои слова, это уже несколько другой уровень ответственности и вообще уровня коммуникации. Ну да, но я считаю, что это все равно, как бы, должно быть, нельзя исключать. То есть, все равно мы представим, что вот Touch ID входит там повсеместно в нашу жизнь, и все начинают им пользоваться. Ну, просто ты не можешь получить доступ к устройству, не использовав там Touch ID, допустим, да. Вот, но вот эту вот свободу пользователю все равно, она все равно должна быть. Надо обеспечить правовую среду в тех ресурсах, где они действительно нужны. То есть, если ты заходишь там, договор какой-то составить, там, какое-то деловое общение предусматривает это все, то там, да. А вот зона, где ты там, не знаю, за развлечением приходишь или там просто пообщаться, там, наверное, это не очень уместно. Ну, понимаешь, вот вся вот эта история там регуляции контроля за интернетом, то есть, я, например, абсолютно согласен с тем, что контроль должен быть, чтобы люди отвечали за свои слова, чтобы в случае чего правоохранительные органы могли там отследить, кто откуда бомбу взорвал там или, не знаю, там, позвонил и сообщил о заложенной бомбе там еще где-то. Это все важно, это нужно делать для безопасности общества. Но почему сейчас это, особенно у нас в стране, такой резонанс вызывает, вот все вот эти минимальные, да, даже какие-то там достаточно, на самом деле, здравые инициативы? Ну, просто потому, что у нас сейчас такой перегруз, что вот, закручивают гайки, диктатура, там, значит, Путин, там, все дела. Ну, да, это просто, скажем так, не совсем правильное время. Ну, да, 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 это действительно, я абсолютно согласен с тем, что вот сейчас вся эта история, она совершенно не вовремя произошла. Вот именно у нас в стране, вот, когда начали рассказывать, что давайте запретим публичный анонимный Wi-Fi, естественно, вой начался в первую очередь, потому что, ну, вот, сейчас опять, значит, закручивают гайки, у нас и так государство, сейчас, значит, цензура, там, и так далее, а тут сейчас еще и интернет нам запретят. То есть, это такая просто сейчас болезненная ситуация, и вот на эту болезненную почву очень не вовремя легла, это, в принципе, достаточно здравая инициатива, на мой взгляд. Ну, да, причем я хочу заметить, что вот как раз, как обычно, даже в этой истории никто ничего не проверил, и, собственно, все разошлось так, как разошлось, хотя на деле никакой речи, конечно, о закрытии бесплатного Wi-Fi не шло. Но я не хочу пересказывать эту историю, там, кто-то на хабр-хабр, по-моему, разобрал замечательно вообще все эти положения, ну, в общем, там никакой угрозы личной безопасности не было, никто ничего не закрывает, все по-прежнему продолжит работать, так что ты правильно употребил нужную фамилию Путин, да. Путин, она всегда, это волшебная фамилия, она всегда придает дискуссии остроты. Изюминку придает всегда. Давайте как-то подытожим эту тему, в плане вот именно какой импакт это все на Apple, какое влияние окажет и к чему приведет, давайте подытожим конкретно. Ну, моя личная позиция, что я считаю, что Apple, я все-таки не отказываюсь от того, что ты сказал вначале, я считаю, что это очень большая репутационная имиджевая потеря для Apple, это большой серьезный удар, и я там писал в Твиттере и готов только повторить, что если бы я сейчас работал в маркетинге компании Apple, я бы бегал реально схватившись за голову восьмерками, потому что это очень неприятная история. А если бы я работал в компании Google, ну, Google, ладно, они тоже там не без греха, но, например, в компании Samsung, которая только и ждет, когда у Apple что-то не так случится, то я бы сейчас открывал шампанское и делал бы уже новые ролики рекламные, там какие-нибудь саркастические. В общем, для Apple я все-таки считаю, что это большой удар, но в то же самое время это такой пинок под зад, что называется, чтобы провести аудит внутренних сервисов, безопасность iCloud, увеличить эту самую безопасность и дальше внедрять тот же самый Touch ID с двойным рвением, как ты, собственно, Саша и отметил. А ты, Илья, что думаешь? Ну, я согласен, в общем-то, с вами более чем полностью. Единственное, я опять же замечу, да, вот это какой-то больной вопрос для меня, походу, но, тем не менее, история, на самом деле, опять показала то, что вот эта вот степень личной свободы, да, личных данных, она как-то была упущена, да, в момент развития вообще всего интернета и, там, в частности, каких-то технологических компаний, потому что давайте вспомним то, что сейчас хорошо работает в интернете, да, это некая банковская безопасность, да, когда вы проводите какие-то операции, все, что связано с деньгами, вас не очень сильно, наверное, раздражает какая-то многоступенчатая система безопасности, потому что вы понимаете, речь идет о вашем кошельке, да, о вашем кэше, там, я не знаю, о ваших вложениях, деньгах, счетах и прочее, и прочее, да, и мы все волнуемся, и соблюдаем все какие-то драконовские, порой, степени защиты, а вот как-то с личной, да, безопасностью, с личными данными, у нас как-то все ни шатка, ни валка, и никто из нас, по сути, не задумывался, что вот какие-то хакеры возьмут, да, и выкрутут наши личные фоточки интимные, вот, поэтому я знаю, что Макс любит очень Apple, я как-то нейтрально отношусь к компании, думаю, что с Apple-то все будет в порядке, они действительно извлекут какие-то уроки из этого, вот, а мы должны, наверное, еще раз задуматься о том, что, да, интернет, конечно, большая деревня, но, тем не менее, надо более ответственно относиться к тому, что ты сам делаешь, и, ну, не валить все на компании, хотя, безусловно, у них тоже могут быть какие-то технические ошибки, потому что там люди работают, но, тем не менее, в первую очередь, как и в обычной, да, в нашей жизни, думать своей головой, да, как-то просчитывать шаги, и задумываться о чем-то, и в соответствии с этим, в общем-то, в интернете присутствовать. Никто не защищен на 100%. Любой человек, любая компания сейчас может стать целью для, там, хакерской атаки, либо для, там, похищения каких-то персональных данных, то есть, любой банк можно взломать, любую учетку взломать и похитить данные. Человеческие способности, они идут впереди технологий, то есть, какую бы ты систему безопасности не построил, найдется сила, найдется, найдутся люди, которые смогут ее преодолеть. Поэтому всегда надо понимать, что есть возможность со своими, там, данными, со своими деньгами распрощаться, если вы к этому ответственно не подходите. Вот, но если смотреть на именно конкретно этот случай, я, наверное, считаю, что все-таки целью хакеров были не фоточки знаменитостей, а именно продвижения в массы системы безопасности. Целью хакеров были именно фоточки, потому что они их, там, пытались продать за большие деньги, и никакой, там, поверь мне, никакого альтруизма, им и не пахло. Видимо, британские таблоиды почему-то не купили, и они решили просто их слить. Ну, тут, как бы, можно много говорить об этом, но, тем не менее, посмотрим, что, ребят, будет дальше, как это все происходить, какой спрос будет у продукции с Touch ID, либо какими-то другими биометрическими, биометрическим способом аутентификации, да, все это очень интересно, и мы, наверное, в ближайшее время увидим, что с этим со всем будет происходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, тогда предлагаю переходить плавно к следующей теме, и давайте поговорим немного про ИФА, и анонсы, которые были на ИФА. Ну, там много чего анонсировали, много всяких разных компаний, и Samsung, и Sony, и Motorola, и кто только чего нам не показывал, ну, наверное, чисто хронологически имеет смысл, я предлагаю, по крайней мере, немножко поговорить про Samsung, в том числе и потому, что все-таки Samsung это один из крупнейших мировых игроков, тех на рынке, и вот, не знаю, как у вас, друзья, какие у вас, посмотрели ли вы, слушали ли вы, читали ли вы, какие у вас вообще впечатления от анонсов Samsung, у меня два главных впечатления, это, значит, Gear Edge, ой, Note Edge, Samsung Note Edge, который вот этот интересный телефон с закругленным экраном, и Gear VR, мобильный VR, про который я предлагаю тоже чуть-чуть подробнее немножко поговорить. Вот что касается Galaxy Note 4, ну, на мой взгляд, это совершенно такая, обыденный апдейт, там, значит, да, он стал выглядеть сильно лучше, чем Galaxy Note 3, там металлическая рамка по торцам появилась, что, в общем-то, наконец-то Samsung медленно, наверное, отходит от пластикового дизайна и превращается, превращает свое устройство в несколько более приличное. Note 4 выглядит сильно лучше, и вот этот самый, как он назывался-то, господи, дай бог памяти, недавно анонсированный смартфон Galaxy Alpha, он выглядит тоже, на мой взгляд, неплохо. Вот, ну, в общем и целом, да, там... Ну, в любом случае, Note 4 это просто, там, upgrade. Ну, то есть, экран получше, значит, там, процессор помощнее, ну, на мой взгляд, я, вот, например, ничего особенно интересного и нового не извлек. А вот, значит, Galaxy Note Edge, это вообще такая забавная история. То есть, вот, на мой взгляд, это типичнейший Samsung, вот, абсолютно типичнейший Samsung, в том смысле, что вот люди придумали технологию, а компания Samsung, это, наверное, ведущий в мире производитель именно дисплеев, то есть, они дисплей могут делать какие угодно вообще, в принципе, что только в голову придет, они то и сделают. Вот, да, вот у них есть возможность массово производить такие искривленные дисплеи. И они подумали, вот, у нас есть такая технология, что бы сделать? Ну, давайте сделаем телефон с искривленным дисплеем. И сделали телефон с искривленным дисплеем. Не из презентации, которую нам Samsung, значит, организовал, не из каких-то там дальнейших статей и мыслей журналистов, которые на эту тему потом пытались что-то проанализировать. Я так и не понял, и мне кажется, мало вообще кто понял, зачем нужен этот искривленный дисплей. Более того, было весьма забавно смотреть внимательно на презентацию Samsung, и когда люди показывали, ну, там вот три человека, стоявшие на сцене, когда они держали в руках этот самый Edge, было видно, как люди очень аккуратно старались не дотрагиваться пальцем до вот этого искривленного ребра, потому что, не дай бог, у них там случится какое-то случайное нажатие, какую-то, не знаю, там на какую-нибудь кнопочку они нажмут случайно, или еще что-то. То есть это очевидно неудобно держать просто в руках. Очевидно, что это не до конца продуманная эргономика устройства. Тем не менее, вот сделали такое устройство. Я вот при всей моей критике, при всем моем непонимании, зачем это нужно и кому это нужно, я вот, например, если там не попадется в руки Edge, я его с удовольствием поверчу в руках, просто чтобы попробовать, как вообще это работает. Саша, как ты считаешь? Ну, Макс, вот смотри, сразу давайте вот четко обозначим. Galaxy Note Edge – это очень странное и неудобное устройство. Ну, это действительно так. Представить какие-то юзкейсы... В руках не держать, не держал еще, поэтому это как бы не стоит такие заранее. Ну, наверное, окей. Я не спорю, но, блин, по-моему, это всем очевидно, что это, во-первых, неудобно, потому что рукой, вот большой, именно большой телефон, ты держишь рукой, ты держишь его за два края. Обязательно за оба края, потому что неудобно его как-то по-другому держать. Он большой. Вот, поэтому одна часть руки, она всегда все равно будет на этом тач-экране, который как-то с ней будет взаимодействовать. Тем более, что вот мы, если возьмем ту же продукцию Apple, там, ну, iPad mini, допустим, да, у которого очень тоненькие рамки по краям, боковые, ну, или какие-то другие устройства, они все программно решают проблему, чтобы твои пальцы не действовали, не взаимодействовали с краями экрана. То есть, это реальная проблема, которая программно решается. А тут нам прям в другую сторону идут и дают, вот, ребят, у вас там экранчик сбоку, вы как не крутите, но мы должны с ним как-то взаимодействовать, понимаешь? Ну да, то есть, не просто, не просто должны, ну да, это действительно, это ключевая вещь. То есть, это не просто, там, нужно как-то аккуратно не трогать этот экран, а наоборот, нам компания Samsung всячески говорит, трогайте этот экран, трогайте, нажмите. Да, вот именно, понимаешь? В том-то и дело, что все компании вроде как пытаются, чтобы ты с краями случайно, мало ли, не стал взаимодействовать. То есть, это, ну, на самом деле, очень сомнительная технология. Но, есть одно но. Ну, то есть, давайте обозначим, для чего это все делается. Для того, чтобы Samsung показать, ребята, вот мы впереди планеты всей, у нас есть технологии, у нас есть возможности сделать вам устройство с гнутым экраном. Пожалуйста, смотрите, любуйтесь, пробуйте его как-нибудь, как хотите использовать, понимаешь? То есть, это такая имиджевая вещь. Мы заявляем, что мы, ребята, впереди планеты всей, а вы там придетесь где-то сзади. Ну, да. Потому что мы уже можем. А вы еще нет. Как я и сказал, придумали технологию, а как ее использовать пока что решают. Да, придумали технологию ради технологии. То есть, это даже не важно, кто там и как их будет использовать. Они просто показывают другим компаниям, ребята, мы впереди, вот мы уже умеем, а вы там еще в Бауте со своей какой-то ерундой. Ну, вот и все. Вот вообще, как бы принцип вот этих согнутых экранов, да, он пока, ну, не ясно, как их использовать. Вот если мы возьмем сам вот этот Note Edge, ну, наверное, может быть, можно придумать. Там, допустим, лежишь на кровати, и у тебя там сбоку экрана какие-то уведомления приходят, там, или там, не знаю, будильник, часы, там, и так далее. Но это не та функция, которая бы твой смартфон делала более функциональным, там, и универсальным. Не, ну, это очевидная история, когда компания высасывала из пальца, просто откровенно высасывала из пальца какие-то применения вот этой технологии. Ой, да, действительно, смотрите, у нас бегущая строка. Ой, да, вот если я лежу, и мне лень подниматься и идти до, значит, до смартфона, действительно, может быть, там время на нем показывать. Ну, это, мне кажется, ну, какая-то глупость, реально. Это просто вот люди придумывали, вырывая волосы из головы, чтобы им... Да-да-да, когда компания показывает новый продукт, она в первую очередь показывает, как ее можно круто использовать. О, какие классные функции и так далее, без которых вы не могли жить. А тут они даже показать-то не могут толком, как это можно использовать, понимаешь? То есть, ну, там, блин, кнопочку камеры туда нажать, что ли, или что. Вот, поэтому понятно, что они сами не знают вот толком, какие действительно важные, там, use cases будут у этого телефона. Да они его и продавать, там, не во всех странах будут. И вряд ли это будет какой-то большой тираж. Ну, да, я согласен, абсолютно. Илья, у тебя есть какое-то мнение, наверное, насчет этой замечательной технологии? Ну, послушайте, вы все так замечательно рассказали, я даже не знаю, что вставить, кроме того, что он, по-моему, будет 40 тысяч стоить, и на этом можно, наверное, закрыть вообще обсуждение. О-оу! Я думаю, если у Ильи еще к этому моменту аккумулятор не сядет, и когда мы начнем говорить про Sony, я думаю, Илья тут расскажет нам более, что-нибудь более интересное. Да, ну, 40 тысяч, конечно, большая очень цена. Вообще, ребят, вот я хочу вас спросить, вот как вы думаете, цены вот эти в районе 800-900 долларов на флагманы, смогут ли вендоры удержать эту цену в контексте того, что там китайцы уже все то же самое предлагают за гораздо меньшее деньги? Макс, я могу ответить на этот вопрос, потому что, в общем-то, в моих глазах Lenovo ворвалось на мобильный рынок, по сути, и, ну, если не вдаваться в детали, то нет, конечно, не смогут, потому что, действительно, по своему функционалу, по сути, китайские компании, они уже предлагают те же решения с очень приятным ценником, доля флагманских устройств в сегменте премиум, она падает год от года, и, опять же, возвращаясь к тому, что вы замечательно обрисовали, действительно, это, скорее, такой пиар-ход показать, что вот мы там на коне, мы самые инновационные, да, модное слово использую, вот, мы самые там передовые, можем делать всё, что угодно, вот, хотите, там, экран за огнём так, хотите, сяк. Ну, то есть, ты считаешь, что они не смогут этот ценник держать, там, больше, я не знаю, больше полгода? Ну, вообще, они не смогут его держать не то, что больше полугода, наверное, там, меньше квартала, я думаю, что всем любителям пообсуждать ценообразование, вообще, как это происходит, я сейчас прорекламирую Эльдару Муртазину, на самом деле, можно его любить, можно ненавидеть, да, но вот он замечательно совершенно пишет про все эти процессы, и если резюмировать, да, так вот, в двух словах, то, ну, кроме какой-то имиджевой, да, составляющей, я здесь не вижу вообще ничего, то есть, на этом устройстве Samsung явно ничего не заработает, но зато мы все пообсуждаем его. Ну, вот имиджевая составляющая, да, она вот, в плане ценообразования, мне кажется, уже немножечко теряет свою действенность, то есть, эффективность, там, менее дорогие устройства, они становятся, ну, там, в плане дизайна и каких-то вот этих имиджевых вещей очень близкими к флагманам, и, там, они не могут уже, там, сильно отличаться и какой-то премиальностью вот этой выделяться. Ну, с другой стороны, iPhone до сих пор покупают девочки на Lexus, и, кстати, у них нет iCloud, вот, поэтому... Я думаю, это тенденция, да, она еще, может быть, год, там, полтора-два, она будет прослеживаться, то, что люди переплачивают исключительно за марку, но долго это не продлится. Ну, я думаю, что только Apple, наверное, из этого вопроса пока, что сможет выйти сухим из воды и продавать свои флагманы действительно дорого. Ну, Apple этим занимается на рынке компьютеров уже 30 лет, и пока что никак не сдувается, так что... Ну, да. Я считаю, что преувеличено подобного рода. Ну, знаешь, 84% андроида, я бы тут сказал, что пора задуматься, наверное. И чего? Ну, да, 84% андроида, и что? Компания Apple плохо живет? Нет, конечно, компания Apple очень хорошо живет, это точно. Ну, ладно. Тут я, на самом деле... Извини, что перебиваю, у меня тут осталось 10%. Да, на этом Илья нас покидает и уходит в астрал, его безоблачное, безинтернетное, в общем-то, безэлектронное будущее. Спасибо большое, Илья, было очень приятно пообщаться, мы, наверное, пока тогда продолжим вдвоем. Да, спасибо, Илья, пока. Спасибо огромное за возможность такую, вот. Покупайте Sony Xperia Z и Compact! Мы ее обсудим беззавеи, чтобы было объективно. Потому что там есть ремонт плей, потому что можно в тубзики теперь играть, когда жена у тебя смотрит сериалы. Это мы как раз... Окей, Илья, мы обещаем, мы поговорим об этом еще сегодня. Хорошо, спасибо, ребята. Спасибо, Илья, огромное спасибо. Вот что я вижу, я вижу, что флагманы сейчас, они начинают, ну, я говорю именно про Samsung, они свои флагманы, ну, все так же продают по большой цене, в районе вот там 800-900 долларов и выше, но очень быстро ценник падает. То есть дальше уже начинаются акции, там падение цены и специальные предложения и прочее. То есть это буквально, ну, полгода, да, и уже мы видим там значительное снижение цены. У того же Note 3, по-моему, за год цена чуть ли не на треть упала, или чуть ли даже не вдвое. То есть там акции совместно с Мегафоном, когда они их продавали, там, по-моему, по 17 или 18 тысяч. Вот Бен Томпсон на своем прекрасном сайте strategy.com 2 сентября публиковал замечательную статью. Он, правда, написал ее про iPhone 6, и он сравнивает вообще iPhone и Apple с компаниями, такими как Louis Vuitton и Chanel. Ну, мне кажется, это для Самсунга частично подходит это сравнение. В частности, он там вспоминает такую замечательную историю, как экономика по веблену. То есть есть классическая, да, вот экономическая зависимость, что чем дороже продукт, тем меньше на него спроса. И наоборот, если чем дешевле продукт, тем больше его люди покупают. Вот когда мы начинаем говорить о флагманских моделях вообще, о модных вещах, да, каких-то там премиальных вещах, там начинает работать так называемый Webland Good закон, согласно которому... То есть цена, как бы, скажем так, делает товар более желанный. Именно так, именно так. Чем дороже товар, тем в некотором сегменте аудитории он становится более желанным и востребованным. И особенно, особенно это проявляется на экономике в Азии. То есть в Азии огромное количество людей всячески стараются подчеркнуть свою статусность и свое, так сказать, свое богатство тем, что они покупают дорогие продукты. То есть вот Томсон опять-таки говорит это про... Именно про iPhone 6 и в частности про модель на 5,5 дюймов. Почему она будет, на его взгляд, в Азии очень популярна? Потому что, во-первых, в Азии в принципе любят фаблеты и устройства с большим экраном. А во-вторых, по его мнению, iPhone на 5,5 дюймов будет стоить на 100 долларов дороже, чем 4,7. И, соответственно, это еще больше подчеркнет, как сказать, сделает продажи 5-дюймового iPhone еще лучше на азиатском рынке. Потому что именно по причине этого Webling Good, соответственно, люди будут переплачивать на 100 долларов больше. Просто потому, чтобы подчеркнуть, что я вот купил себе самый дорогой, самый классный iPhone. Ну да, согласен. Вот, соответственно, мне кажется, что Samsung со своими флагманскими моделями, они, в общем-то, примерно по той же схеме тоже идут. И именно поэтому именно истинно премиальные телефоны и вообще устройства, они, на мой взгляд, будут продолжать продаваться по премиальным ценам. И все с ними будет хорошо. Потому что просто есть люди, которые хотят действительно заплатить побольше за самое качественное, самое хорошее устройство. Ну, я вот как гик, я вот, допустим, реально задумаюсь, нужно ли мне реально покупать на старте Note 4 за 35 тысяч. Не проще ли бы мне взять там какой-нибудь поджеленого, да? Ну, там, за 25. Это действительно так важная разница. Поэтому, ну, наверное, я просто в этот сегмент лакшери не вхожу, да? И для меня, наверное, там, премиальность его, она не выражается в именно там, как он выглядит или там, какая у него репутация, а именно в его функциональности. Да. Вот, в общем, вот мое, то есть я свой личный подведу итог по поводу именно Edge. Опять-таки, я не знаю, зачем он нужен, я не знаю, кому он нужен, но если вдруг я кого-то увижу с этим устройством, я первым подбегу, вырву его из рук и начну просто вот реально елозить пальцем по этому закруглению, просто чтобы, ну, посмотреть, как это на ощупь, как это тактильно работает. Мне это вот реально было бы интересно попробовать. Да, я на самом деле тут еще, помимо Samsung, еще много разных интересных компаний нам всякого поанонсировало, и вот Илья, хоть он нас и покинул, в общем-то... Подожди, а как же GRS и GRVR? О, да-да-да, ты мне напомнил, совершенно точно. Gear VR. Вот это самая крутая штука. Нет, подожди, давай вот сладенькая, но попозже. GRS, GRS. Ты имеешь в виду смарт-вотч? Да. Понятно, что там самая главная история, то, что ты можешь засунуть сим-карту, и теперь эти часы работают без необходимости постоянно быть на связи с смартфоном или там с планшетом. Ну, да, это хорошо, молодцы. Ну, как они тебе внешне вот вообще по ощущениям понравились? Как они выглядят? Ты знаешь, ну, типичный-типичный смарт-вотч. Вот я не знаю, типичный прямоугольничек с изогнутым экранчиком, с, судя по презентации, не совсем отзывчивым интерфейсом, судя по тому, что там эта девушка, там, замечательно было, когда камера ее выхватила, как она пыталась яростно там нажимать на кнопку Home, чтобы что-то вернуть. Ну, да, вот минус вот этих часов у Samsung на Tizen, да, то, что у них прямо видно, что интерфейс у них, ну, не очень обзывчивый, там явно не хватает мощности, чтобы это все было плавно. Тем более, что у них еще и батарея во всех 300, а не 400, как там у LG, у тех же. То есть, явно производительность снижена в году там, ну, чтобы эти часы хотя бы сколько-то там день жили. Ну, да. Поэтому, да, я вот на них смотрю, они вроде бы симпатичны, это здорово, что у них гнутый экран, это интересно. Особенно на руке, вот для руки, это, мне кажется, прям такая интересная штука, когда экран сгибают. Да, ты как раз говорил, что непонятно, зачем нужны изогнутые дисплеи. Вот они как раз для этого и нужны. Для умных часов изогнутые дисплеи – это совершенно необходимость уже сейчас. Я повторюсь, что мы сейчас как бы уже такие слоу-поки, и мы не знаем, что там компания Apple анонсировала 9 сентября, но вполне возможно, люди, которые нас сейчас слушают, они как бы уже знают, что какой-нибудь iWatch, условно говоря, он тоже будет с согнутым экраном, и, скорее всего, так оно и будет. Ну, да, тем более, что, ты знаешь, да, они технологию AMOLED свою делают и патентуют. Ладно, мы про это в следующий раз поговорим про Apple. Хватит про Apple, потому что нас ругают, в общем, что мы часто Apple упоминаем. Хорошо, ну, так вот, короче, Gears не очень отзывчивый интерфейс, выглядит прикольно, они немножко превосходят тех же, там, Android Wear и так далее, там, и музыку проще включать, и приложения там побольше и так далее. Вот, ну, конечно, то, что он менее отзывчивый, меня очень сильно пугает, ну, и батарея, конечно. А так вот экран, экран супер. Я не знаю, сколько он живёт без батареи, к сожалению, я, однако, вот, прочитал буквально вот только что рецензии на Moto 360, и там вот прям все ругают, говорят, что очень мало он живёт без батарейки, ну, смысле, без подзарядки, то есть там он даже, может быть, сутки не протягивает, к сожалению. Ну, да, там и сенсоры этого самого сердечного ритма, и сенсор освещенности и прочее, то есть эти сенсоры их надо как-то питать. Ну, то есть сейчас это вообще ахиллесово пита вообще всех вот этих вот смарт-вотч, умных часов, всё-таки батарейки живут пока мало. Ну, да, да, вот, чтобы подытожить, Gears, они смотрятся прикольно, интересно, но в плане, там, операционки и времени жизни, мне кажется, они пока ещё очень сырой продукт на ранней стадии. Ну, у меня ощущение, что вот сейчас Samsung довели наконец-то свои умные часы до какого-то приличного вида, то есть первые вот эти вот Galaxy Gear был вообще убогий, на мой взгляд, и с точки зрения дизайна, и уж тем более функциональности, сейчас уже и выглядит достаточно прилично, и функциональность там приличная, и вот то, что они наконец-то добавили туда слот для сим-карты, и это может работать как совершенно автономное устройство, это тоже правильный совершенно ход. В общем, спустя год компания Samsung довела до ума вот этот формат и технологию, и, ну, что могу сказать, молодцы. Ну, да, 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 это то устройство, которым сейчас уже обычный пользователь, обычный консюмер уже может нормально пользоваться, вполне удобно. Да, я абсолютно согласен. Вот, ну, на самом деле, самое важное впечатление, самое главное впечатление на меня во всей этой презентации Samsung произвел анонс Gear VR. Это то самое, о чем нам Антон Логвинов ей так непрозрачно намекал в предыдущем нашем подподкасте, и теперь это действительно стало уже всем известно, что компания Samsung вступила в партнерство с компанией Oculus и вот будет производить такой Gear VR. Если вы не видели презентацию, то это, по сути, красивый такой действительно симпатичный шлем виртуальной реальности, что-то по дизайну скорее напоминает, я даже не знаю, что напоминает. Ну, в общем, он выглядит сильно лучше, чем текущие прототипы Oculus Rift. Да, я даже сказал бы, что он сильно лучше выглядит, чем и Project Morpheus, мне кажется. Он прям выглядит достойно. Тут вкусовщина, да, но выглядит он действительно очень хорошо. Вот нетипичный для Samsung хороший промдизайн. Я считаю, что в этом плане очень хорошо все они сделали. Но главная фишка в том, что в отличие от Oculus Rift, который сегодня работает только от ПК, то есть вы подсоединяете Oculus проводком к ПК, и у вас все просчеты, и все происходит на компьютере, и только транслируется на Oculus Rift, собственно, картинка, ну или как в Project Morpheus то же самое, но от PlayStation 4, все это идет по проводку, то Gear VR это совершенно автономное устройство, по сути, являющееся кредлом для вашего Galaxy Note 4. То есть вы кладете в специальный слот смартфон, и, собственно, все. Вы можете надевать шлем, у вас изображение преобразуется прямо с экрана вашего смартфона, вам в глаза через вот эти линзы, которые встроены в шлем. Все расчеты, вся производительность, ну то есть все расчеты происходят на самом смартфоне, весь гироскоп, ну то есть гироскоп встроенный смартфон работает в связке со шлемом, когда вы повернули голову направо, у вас там и в игре вы поворачиваете голову направо, то есть все производится на смартфоне. И, на мой взгляд, вот это очень круто, очень круто, потому что беспроводной автономный VR, он, конечно же, стильно более перспективная технология, чем VR, когда вы там обмотаны проводами и сидите привязаны к своей консоли, к своему телевизору. Это очень здорово. Так, вот, во-первых, я считаю, что Gear VR не стоит воспринимать именно как устройство виртуальной реальности. Ну то есть это действительно круто, это прям мобильная VR, это очень здорово. Но я считаю, что это, скажем так, эволюция именно персонального дисплея. То есть это тот дисплей, который ты можешь взять с собой, там положить в рюкзак или что-то еще, или там в сумку, либо просто перемещаться с ним по дому. Вот, и самому себе, скажем так, проецировать там какую-либо картинку, либо там рабочий стол, либо кино какое-то и так далее. То есть мы понимаем, что железо того же Note 4, да, в принципе, любого мобильного устройства сейчас, оно не дотягивает до полноценного ПК, который сможет обеспечить ту картинку, которая надлежит использовать в виртуальной реальности, чтобы она действительно выглядела хорошо, чтобы тебя не тошнило от использования этого устройства и так далее. Чтобы это действительно, скажем так, давало тебе приятный опыт использования. Чтобы обеспечить эту картинку, для вирта нужны действительно серьезные мощности. Значит, смотри, какая интересная история. Вот если мы внимательно послушаем, что говорил Джон Кармак, технический директор Oculus, который вышел на сцену как раз на E-Fun во время презентации Samsung, что для меня стало некоторой неожиданностью, признаюсь честно. Вот если так внимательно пытаться разобраться, что он говорит, по сути, компания Samsung в данном случае для Oculus предоставляет только дисплей, по-хорошему. Потому что вся технология вообще виртуальной реальности, все вот эти вот программные решения, все они давно уже Oculus были разработаны. И единственной проблемой, о чем нам и Антон Логвинов говорил, и многие об этом говорили, что единственное слабое место на текущий момент всех этих VR-прототипов – это экран. То есть у кого-то получше, у кого-то похуже. Так как мы сегодня уже говорили о том, что компания Samsung – это крупнейший в мире производитель именно дисплеев, то есть, наверное, компания Samsung – это та компания, которая в первую очередь может дать Oculus'у действительно по-настоящему хороший дисплей, который отвечает всем нуждам виртуальной реальности. И об этом Кармак 10 минут говорил. Он там это говорил совершенно гиковскими терминами, и там мало кто чего понял. Но суть в том, что в текущих уже AMOLED-дисплеях от Samsung'а, которые в частности есть в Galaxy Note 4, там настолько четкая картинка, настолько высокое разрешение, настолько, ну, за счет просто самой сути AMOLED-дисплеев, настолько быстрая скорость… Скорость переключения светодиодов. Да, именно. Что это реально позволяет… Ну, то есть, когда вы даже очень быстро вращаете головой виртуальной реальности, у вас нет никаких шлейфов на экране, на дисплее, и это реально очень сильно помогает в борьбе с тошнотой, с головокружением, то есть, вот всеми вот этими большими проблемами, которые наблюдались в прототипах в первом, например, в прототипе Oculus Rift. То есть, здесь Samsung представляет в первую очередь дисплей, а вся Core-технология, она по-прежнему разрабатывается Oculus'ом. Вот. Что касается личного, как ты сказал, персонального дисплея, я здесь с тобой и согласен, и не согласен. Согласен я в том, что это очень крутая история для… Ну, вот условно говоря, я хочу играть дома в какие-то свои игры или смотреть фильмы на очень большом экране. Да. Мне нужно, что, вот сейчас в текущем виде, либо мне нужно покупать невероятных размеров телевизор, там, за миллионы рублей, и то этот телевизор будет… Ну, то есть, понятно, что сейчас OLED-дисплеи все-таки маленькие, технология еще очень дорогая в производстве, и большие телевизоры не производятся. Они уже есть у LG, у Samsung, но они стоят, как дорогой автомобиль. Они стоят безумных денег, и более того, сама технология OLED-а таким образом выстроена, что у вас достаточно быстро будет выцветать дисплей. То есть, он еще и недолгосрочный. То есть, это большая проблема. Кроме того, вот я там, как любитель стелс-игр, например, помню, я с большой болью переходил на тогдашние LCD-мониторы, в первую очередь за счет того, что на цветопередаче темные черные цвета, на LCD-мониторах она, конечно, сильно уступала цветопередаче… Они не черные, они не серые. Да, она сильно уступала цветопередаче ЛТ-мониторов, и даже сейчас все-таки при всей крутой технологии все равно не всегда и не везде хороший черный цвет на дисплеях есть. На OLED-дисплеях эта проблема решена, там идеальный черный цвет, но, повторюсь, больших экранов пока что за обменяемые деньги купить невозможно. Вот такая вот история, как Gear VR, она эту проблему решает абсолютно идеально. То есть я надеваю шлем, я погружаюсь в виртуальное пространство или там даже запускаю программы виртуального кинотеатра, и я реально смотрю на огромном экране крутой фильм или там играю в игру, и у меня идеальные цвета, идеальный черный цвет, и вообще я счастлив. В этом плане для домашнего использования вот Gear VR я, например, прям очень хочу попробовать. Мне кажется, что это очень-очень классное перспективное направление. Но в чем я с тобой не согласен? Я не согласен в том, что вот как ты говоришь, можно это положить в рюкзак и понести. Но никто не будет с собой такие шлемы носить. Ты представляешь, тебе нужно с собой реально носить рюкзак или там огромную сумку, и ты в этой сумке будешь таскать с собой этот шлем, что ли? Ну нет, ну смотри. Во-первых, мы не совсем сейчас знаем, какой он по габаритам, да? Но если представить обычные там очки, ну тех же сноубордистов, допустим, да, в принципе они похожи, вот, то, ну как же, они же как-то их носят и так далее. То есть, понимаешь, монитор или тизер ты не возьмешь с собой на работу. А очки положить, это, ну, почему нет, да? То есть, ну это возможно. То есть, это уже не такая там громоздкая штука, а ты реально ее можешь взять и куда-то унести, использовать в другом месте. То есть, Gear VR сейчас, вот этот от Samsung, не стоит воспринимать как именно устройство виртуальной реальности. Это скорее такой переход между обычными дисплеями, да, и виртуальной реальностью, который, вот этот переход, он вообще очень нужен. Он решает некоторые социальные проблемы и так далее. Ну, то есть, это не полное погружение, это просто обеспечение своего личного дисплея в рамках вот этого, вот этой виртуальной реальности. То есть, это не то, куда ты погружаешься, а ты просто одеваешь, у тебя там транслируется картинка на какую-то, на какую-то виртуальную поверхность. Либо там это рабочий стол. Ну, то есть, ты берешь мышку, проецируешь свой рабочий стол в очки и, пожалуйста, работаешь, да? Можно в самолете работать, можно в поезде работать и так далее. То есть, это не именно устройство виртуальной реальности, это именно персональный дисплей, который персонально для тебя. Это уже не громоздкий монитор или там проектор, а это вот очки, которые ты в принципе, ну, в принципе можешь взять с собой. И что немаловажно, именно вот этой концепцией, когда у тебя не просто шлем виртуальной реальности, а именно очки, в которые ты вставляешь телефон, у тебя в телефоне камера. То есть, ты можешь совместить виртуальную реальность и дополнить ее реальности. То есть, ты можешь вывести картинку из камеры в свои очки и при этом проецировать туда какой-то рабочий монитор, либо там кинотеатр, все что угодно. То есть, тем самым решая вот эту проблему полного погружения. То есть, по сути дела, ты видишь свое окружение, видишь, что происходит, но при этом у тебя еще есть твой персональный дисплейчик, с которым ты взаимодействуешь. Вот. И понятно, что сейчас никто не станет там по улицам ходить, надевая вот этот шлем, да. Но в сфере, допустим, энтерпрайса, это просто невероятно полезное устройство. Ну да. Да, я соглашусь. И я вообще сейчас вот так думаю и понимаю, что я прихожу к выводу, что вообще Oculus Rift в его нынешнем виде, вот проводной именно, да, который наш классический, это такой просто шажок, переходный этап к мобильному VR, на мой взгляд. Потому что все-таки мобильный VR, когда ты его можешь надеть и пойти, или там сесть в самолете, или где-то еще и смотреть кино, или там работать, это, конечно, сильно лучше, когда ты привязан к проводам почему-то. Ну да, то есть, это именно не гиковское устройство с какой-то виртуальной реальностью, в которую ты уйдешь навсегда из головы, а это именно нормальная консюмерская вещь, которая будет тебе полезна в быту и решает многие проблемы там в работе, да. То есть, ты не хочешь, допустим, чтобы у тебя монитор кто-то другой видел, и там пишешь либо какие-то, ну, личные данные, либо там какая-то у тебя творческая работа, и тебе нужно сосредоточиться, чтобы никто там за спиной не стоял, он не видел, что ты делаешь. Ну, либо тебе нужна вообще просто защита данных. И, пожалуйста, это именно твой персональный дисплей. Все, что хочешь, то и делай. Какой хочешь диагонали, такой и делай. Ну, это все. То есть, это вот та концепция, которая всем нам сможет сделать жизнь действительно лучше. Соглашусь. И я думаю, что именно в эту сторону и смотрел изначально Facebook, когда покупал Oculus, именно вот в это направление и собирается двигаться. Ну, что, я могу только сказать, что вот из всей презентации Samsung на меня, безусловно, самое большое впечатление произвел именно VR. И здесь я прям с нетерпением жду, когда будет анонсирована объявленная цена и дата релиза, потому что я вот прям сам хочу попробовать. Так, мы уже много наговорили, предлагаю чуть-чуть более компактно еще осветить еще прочие основные важные анонсы на IFA и перейти, наконец-то, к Sony, потому что компания Sony, вот нас Илья Пожарский покинул, к сожалению, но он там был прав, уходя, значит, крича в микрофон, что покупаете, значит, Xperia, там будет игра на PlayStation. Это частично правда, потому что компания Sony анонсировала на IFA очередную свою линейку мобильных устройств, Xperia Z3, и, соответственно, это Xperia Z3 Compact, смартфон с диагональю с 4-6 дюймовым дисплеем, также просто Z3 с 5-2 дюймовым дисплеем и 8-дюймовый Xperia Compact Tablet. По дизайну они все очень похожи, отличаются, по сути, реально только диагональю экрана, и по, собственно, характеристикам тоже, ну, это, по сути, такой spec bump предыдущих устройств, то есть там, на мой взгляд, каких-то серьезных, каких-то радикальных нововведений нет, но очень классная штука, это, конечно, то, что все устройства линейки Xperia Z3 получили функциональность PlayStation Remote Play, которая есть сейчас на PlayStation Vita, то есть вы можете, даже не имея у себя дома PlayStation Vita, но имея PlayStation 4, вы можете продолжать играть в ваши игры, которые будут стримиться прямо на ваш смартфон или планшет, и вы сможете в них играть в другой комнате или там на кухне, или еще где бы то ни было, причем забавно, что они также будут подключаться к вашему геймпаду DualShock 4, то есть вы прямо на полноценном геймпаде сможете продолжать играть в ваши игры. Вот это очень интересное, правильное решение, это вот та самая история, когда компания Sony прекрасно понимает все бонусы и преимущества своей экосистемы, своих сервисов, и в первую очередь игровых сервисов, а компания Sony сейчас уже, мне кажется, поняла окончательно, что она в мире абсолютно лидирующая в плане именно игрового экспириенса, игровых сервисов компания, и вот этот игровой экспириенс, она распространяет на всю свою линейку, потихоньку на все свои устройства, не только непосредственно консоль PlayStation, но и вот теперь и на смартфоны, и в телевизоры, как мы помним, тоже было анонсировано, что будет работать PS Now. В общем, это очень здорово, очень классно. Ты знаешь, вот этот тренд последних двух-трех лет, когда все игровые устройства большие, они начинают свою картинку стримить на какой-либо слабый клиент, то есть и с ПК-картинку, по сути, ты можешь стримить на таблетку или на любой смартфон, при помощи специального софта. Где-то, наверное, года два назад я уже как раз интересовался этим моментом и занимался тем, чтобы создать дома экосистему, куда ты можешь с сервера включить какую-то тяжелую игру, которая требует мощности вычислительных, и запустить ее на экране маленького смартфончика. И ты знаешь, это уже, в принципе, давно возможно, но я скажу тебе, что эта функция у меня так и осталась невостребованной. То есть я успешно это все сделал, это не вызывает каких-то сильных проблем, и программы специальные для этого есть. Ты можешь какую-то тяжелую игру включить и на смартфоне картинку передавать, и в системы контроля подключить удаленно через Wi-Fi или через Bluetooth. Но я вот честно скажу, что я буквально неделю этим побавился, и так у меня эта функция не прижилась. То есть я это не использую. То есть я просто скажем так, возьму лучше какое-то мобильное устройство, то же самое PlayStation Vita или 3DS или там смартфон, да, и лучше буду взаимодействовать с ним, нежели мириться с тем контентом, который по сути своей создан для большого экрана. Понимаешь, в чем проблема? Вот, то есть да, актуален ли тот контент, который как бы изначально задумывался, чтобы ты его смотрел и взаимодействовал с ним, находясь перед большим экраном, да, сидя на диване, актуален ли он будет, грубо говоря, сидя на горшке с маленьким телефоном? Вот, меня этот вопрос, если честно, очень сильно волнует, потому что мне кажется, что он там не особо актуален на самом деле. Ну, ты знаешь, я с тобой согласен, что контент, который для большого экрана в первую очередь предназначен, он на большом экране должен смотреться, но, ты знаешь, люди смотрят фильмы на смартфонах, люди читают книги на смартфонах, и занимаются прочими настолько, на мой взгляд, безумными вещами, что тут уже наши с тобой личные какие-то взгляды на этот счет, наверное, там мало кого интересует. Я вот, например, думаю, что я бы не отказался от возможности поиграть в свою любимую FIFA 14, не сидя у себя в гостиной за PlayStation 4, а, например, лежа у себя на диване в другой комнате, потому что не всегда хочется сидеть, там куда-то идти, а вот так перед сном пару матчиков сыграть, а почему бы и нет? Ну да, нет, я согласен, что это, в принципе, интересно, да, когда ты можешь действительно серьезную большую игру поиграть на твоей, там, маленькой консольке или даже на смартфоне. Но, да, это все выглядит очень круто, когда ты действительно какую-то серьезную игру запускаешь на маленьком экранчике, она прям смотрится по сравнению с стандартными играми, которые на той же PlayStation Vita смотрится, ну, просто очень здорово, вот. Но, мне кажется, интересно было бы как раз-таки не стримить это все в рамках дома, а, например, по тому же LTE 4G, да, когда ты где-то в другом месте, вот это, мне кажется, более интересный момент, и насколько я знаю, в принципе, PlayStation 4 позволяет это делать на Авито, либо на смартфон, в каком-то тестовом режиме, что-то такое. Ну да, да. Я на самом деле жду просто-таки невероятно, когда вот на тех же Xperia или там прочих устройствах от Sony заработает PS Now, то есть не просто стриминг локальный с твоей PlayStation 4, а из облака стриминг со всей библиотекой вот этих игр, и это, конечно, будет, ну, для людей, которые хоть сколько бы то ни было интересуются играми, вот эта вот возможность поиграть там в огромную, или, по крайней мере, там арендовать, да, или там получить доступ к огромной библиотеке старых игр, или там хороших игр, классических игр, и играть в них прямо у себя на планшете или смартфоне, там, не находясь при этом дома, где угодно, где есть интернет, ну, я прям считаю, что это очень классная штука. А вот как ты думаешь, возможно ли такое, если вот эта функциональность, она будет действительно востребована, и действительно, допустим, поднимет продажи тех же смартфонов в Sony, да, или, ну, тот же PlayStation Vita, не произойдет ли так, что игры для вот этой большой консоли, они будут иметь, допустим, какой-то специальный режим для тех же смартфонов или Vita, ну, то есть, немножко оптимизирован интерфейс, да, там, не будет ли логичным делать игры именно с возможностью их адаптации под маленькие экраны? Согласен с тобой, будет логично, и, ну, то есть, я сейчас, знаешь, вспоминаю историю, когда еще, по-моему, были PlayStation 2 и первый Xbox, когда началось вот это массовое портирование консольных вот этих вот старых игр на ПК, и у многих ПК-портов, которые были сделаны криво, или там, через одно место, у них была, ну, не то, что проблема, была такая особенность, у них были огромные интерфейсы, потому что, когда ты играешь на большом экране, или там, не очень большом экране, но в любом случае, сидя за 2-3 метра перед телевизором, тебе нужен достаточно большой шрифт, чтобы ты мог прочитать субтитры, например, да, или какие-то кнопочки в меню нажать, когда ты вот эти же самые шрифты, эти кнопочки, не меняя, переносишь на ПК, они кажутся очень большими, потому что человек, сидящий перед монитором, он, очевидно, сидит ближе сильно, и тогда это сильно бросалось в глаза, но как бы, а как иначе, то есть, либо ты делаешь универсальный интерфейс, который худо-бедно работает на всем, либо ты делаешь интерфейс для каждого конкретного устройства, в случае с PlayStation Now, я не очень понимаю, ну, наверное, можно технически как-то это реализовать, когда система понимает у себя на серверном уровне, на каком конкретном устройстве ты играешь, и с каким дисплеем, и с каким разрешением, и может быть, там, каким-то образом адаптирует тебе интерфейс, ну, наверное, технически это возможно, ну, я думаю, что это будет логично, это нужно будет делать, потому что, действительно, если я играю на своем 5-дюймовом телефоне в игру, где куча субтитров, текстов, и они там написаны каким-то совершенно крохотным шрифтом, и я не могу это прочитать, то это просто не очень хороший экспириенс, и мне такая игра не нужна. Ну, да, либо камера, допустим, слишком далеко, и все объекты очень маленькие. Ну, да, да, ты, кстати, хорошую эту тему поднял, я думаю, что компания Sony нужно будет каким-то образом эту проблему решать, но пока что, я думаю, технологии еще на достаточно раннем этапе своего развития, и я думаю, что сейчас они несколько других вещах думают. Ну, как ты думаешь, она вообще будет востребована? Думаю, что да, думаю, что будет востребована, опять же, просто исключительно за счет того, ну, то есть, это такая же история, как вот у тебя есть компьютер или ноутбук, и у тебя есть iPad, или там планшет, неважно какой. Мне вот, например, сегодня совершенно точно, я весь браузинг в интернете произвожу, и там все статьи или тексты какие-то, читая у себя исключительно на iPad, просто потому, что это удобно, ты пришел домой, сел в крест, или лег на диван, там, не знаю, куда угодно, и начинаешь все это удобно читать и смотреть. Заставить меня потом вставать с этого дивана, тащиться к своему ноутбуку, открывать его и сидя, что-то там читать, или даже держать его там на животе лежа, ну, это неудобно, просто-напросто, просто неудобно. Все-таки лень человеческая, она всепоглощающая, и она вообще, правильно говорят, что лень двигатель прогресса, поэтому иногда лень даже встать за консоли, сесть, чтобы во что-то поиграть, не говоря уж про ПК, иногда хочется просто взять лежащего у тебя в кармане, или там под рукой смартфон или планшет, на нем запустить какую-нибудь игру и поиграть в нее. А если у меня будет возможность играть не только в Angry Birds, но еще и в богатую библиотеку игр PlayStation, это будет вообще просто супер-классная штука. Ну, окей. Давайте перейдем. Да, последний у меня вопрос к тебе по поводу, вот я этот вопрос задаю, потому что я искренне не понимаю восторгов людей и в интернете, и там даже некоторых моих знакомых по поводу дизайна устройств от Sony, в частности, вот как раз мобильных устройств Xperia. Вот у меня на коллеге, господи, на коллеге, на работе есть замечательная коллега, которая вообще очень любит компанию Sony, и, ну так, идеологически любит компанию Sony, и я ее спросил, ее зовут Яна, я говорю, Яна, слушай, вот расскажи мне, что тебе очень нравится вот в Xperia Z3, просто твое мнение интересно. Она сказала, знаешь, я вот увидел там дизайн и как все, я прям поняла, что я куплю, просто не задумываясь, мне очень нравится. И в интернете тоже очень многие люди пишут, что, боже мой, посмотрите на Xperia Z3, это же просто фантастический промдизайн, все очень классно. Я вот смотрю, я не понимаю, вот, ну, обычный типичный кирпичик, ну, там мало чем, там, по сути, отличающийся от стандартного смартфона, от стандартного планшета. Почему такие восторги от дизайна Xperia? Объясни мне, я не понимаю. Ты знаешь, вот у меня тоже есть несколько знакомых, и они пользуются телефонами Xperia, и я, естественно, спрашиваю, почему ты вот решил приобрести именно его, а не тот же там Samsung, либо там какую-то другую марку, HTC, допустим, да, которая исторически очень популярна в России. Вот, и мне действительно точно так же отвечают, потому что, вот, я пришел в магазин, я взял его в руку, он эстетически мне понравился, и я купил. То есть, я там не парюсь, какие там у него характеристики, какие, какая там у него память, там, и так далее, да, какие функции и прочее, а просто вот взял в руку, увидел, полюбил, и купил. То есть, вот смотря на этих людей, наверное, можно сделать вывод, что он чем-то отличается, эстетически действительно выделяется среди других смартфонов. Поэтому, да, действительно можно говорить, что у Sony вот этот вот, именно серия Xperia, серия Z, да, она в плане дизайна действительно получилась очень хорошей. Мне вот края, например, мне нравятся категорически. Ну, то есть, я понимаю, что это вкусовщина, да, там, у меня просто, я чисто эстетически страшно люблю дизайн от Apple, но это не значит, что я там какие-то другие дизайны не люблю. Я вот там, например, считаю, что Nexus 5 великолепный промдизайн. Да, он огромный, мне его неудобно держать в руках, но каждый раз, когда я вижу там людей с Nexus, я прям понимаю, что его действительно он настолько приятный на ощупь, настолько вообще прям вот, ну, все там хорошо в плане промышленного дизайна. Ну, вот мне кажется, тут нет смысла именно спорить о том, там, красивый, что он действительно отличается от других телефонов каким-то, а именно своим индивидуальным дизайном, и этот индивидуальный дизайн вот этих телефонов, он привлекает людей. Согласен, я на самом деле про дизайн спросил не просто так, это такая у меня хитрая, хитрая, хитрый мостик, наверное, к, ну, на мой взгляд, к последнему устройству, которое имеет смысл обсудить в рамках вот недавних анонсов. Motorola показала свой Moto X второго поколения, это было не на ИФ, это было чуть позже на отдельном мероприятии, все равно стоит обсудить. Вот Moto X мне очень нравится, как он выглядит, причем я зашел на The Verge, открыл статью, почитал описание, посмотрел видео, и у меня просто очень мощное впечатление осталось от него по той простой причине, что вот это пример дизайна, который работает на функциональности, на удобство использования. В устройстве 5,2-дюймовый, ну, 5,2-дюймовый экран, это, в общем-то, это сильно больше, чем, например, в моем сейчас айфоне, и даже, чем в айфон 5,5s. Тем не менее, экран занимает очень большую долю внешней передней панели, там очень-очень маленькие, тоненькие края, вот эта вот рамочка, то есть, они совершенно, как только могли, уменьшили рамочку, чтобы устройство при своем достаточно большом экране крайне удобно лежало в руках, и даже на всех видео, на всех фотографиях, видно, что реально при своем немаленьком экране Moto X второго поколения лежит очень компактно в руках, им приятно пользоваться, им удобно, ты можешь пальцем дотянуться до любого элемента интерфейса, это очень здорово, это первое, а второе, собственно, это их уже вот фирменная, вот эта закругленная задняя панель, которая позволяет, то есть, вот рамочки по бокам, слева и справа, там самое узкое место этого телефона, там буквально несколько миллиметров, они толщиной, и вся толщина, она по центру, ну, то есть, как такой желобок получается, то есть, вся батарейка, все вот эти внутренности телефона, они смещены к центру, и это тоже позволяет держать телефон в руках значительно удобнее, чем просто обычный кирпичик, просто с учет того, что угловые грани тоненькие, и пальцем легче дотянуться, держа этот телефон в руках, до любого угла экрана, и мне вот это очень нравится, то есть, я считаю, что это в этом плане Motorola замечательно сделало устройство, и тоже это такая вещь, которую приятно взять в руки, и которую с удовольствием, там, я попользуюсь, как только она мне в руки попадет. Знаешь, вот, уже всем понятно, что люди хотят взаимодействовать с большим экраном, но, больший экран подразумевает больший корпус устройства, что делает телефон неудобным в использовании, там, в ношении, брать в руку, да, то есть, большой телефон не так удобно, поэтому, это сейчас, для производителя очень важный момент, чтобы сделать для пользователя больше экрана, при этом, чтобы он был, чтобы было его удобно держать и использовать, вот, и это уменьшение рамочек, увеличение доли экрана на передней стороне мобильного устройства, это сейчас, скажем так, одна из важнейших составляющих любого смартфона, то есть, та необходимая часть, которая очень востребована покупателями. Да, согласен, и более того, я вот, сейчас опять смотрю на эти фотографии, то есть, у Motorola получилось каким-то интересным образом сделать так, что у тебя действительно экран занимает практически весь, всю переднюю панель, но при этом он как-то, вот знаете, не вылезает, вот у меня, это очень такая чисто, совершенно субъективная вкусовщина, претензия к Samsung, например, мне не нравится дизайн Samsung-ских устройств, в том числе, и потому, что там экран, такое ощущение, что он как будто прям вылезает, он прям вот как-то за пределы устройства вылезает, это некрасиво, на мой взгляд. У Apple противоположная история, у них, на мой взгляд, экранчик мог бы быть и побольше, и у них сверху и снизу вот эти вот рамочки, куда встроена Home, кнопка Home, или там сверху у них, значит, динамик и камера, они, на мой взгляд, могли бы быть поменьше. Вот у Motorola удалось, у Motorola удалось какой-то совершенно идеальный, на мой взгляд, баланс найти, то есть он очень приятно выглядит, большой экран и прям настолько все компактненько и хорошо, прям мне очень нравится и я с удовольствием повторюсь, я попользовался бы его. Да, это правильно, смотри, мы видим в последнее время что, то, что техническое развитие смартфонов, оно немножко замедляется, то есть вот все, вся эта функциональность, все вот эти технические характеристики в плане там производительности, разрешения экрана, да, это уже становится не настолько важным для покупателя, а именно сам дизайн телефона, как он выглядит, площадь экрана, да, вот это именно те факторы, которые играют важнейшую роль, вот, потому что, ну, согласись, допустим, разница между Full HD, да, там и тем же Quad HD, но человеческий глаз уже ее, там, не особо воспринимает, если положить два телефона одинаковых, с одинаковой диагональю, рядом, то разница действительно минимальна, и не каждый просто человек сможет ее заметить. И более того, я считаю, что нам пора уже потихоньку закругляться, потому что мы уже там очень долго говорим, было действительно, что обсудить, такая неделя насыщенная, на следующей неделе, понятно, мы будем обсуждать презентацию Apple, надеюсь, что у нас будет какой-нибудь интересный гость, который нам поможет еще больше слюней палить на всю эту историю, вот, ну, а сегодня мы заканчиваем, спасибо, что вы нас продолжаете слушать, призываю вас, не устаю призывать вас писать еще больше комментариев на сайте disgustingman.com на YouTube, мы, конечно, с вами там иногда спорим, ругаемся в комментариях, но, тем не менее, делаем это любя, спасибо, что вы нас слушаете, ваше мнение всегда нам очень интересно, кстати говоря, если вы прям считаете, что вам есть что сказать по каким-то темам, то не стесняйтесь, пишите, более того, вот, есть уже один человек, который со мной связался, который очень хорошо знает Windows, работает с Windows и программист, ну, то есть знает Windows изнутри, и я думаю, что мы его пригласим в гости, когда будем обсуждать 30 сентября, когда компания Microsoft что-то нам расскажет про новый Windows, мы это, безусловно, обсудим, и вот, хороший повод пригласить этого человека и с ним это обсудить, у вас тоже, есть такая возможность, пишите в комментариях, если какая-то есть конкретная тема или вы что-то хотите обсудить или вы считаете себя специалистом в этом вопросе, не стесняйтесь, пишите, мы всегда с удовольствием вас пригласим и вас выслушаем, и это всегда интересно иметь какие-то разные точки зрения. Ну, на этом мы заканчиваем, спасибо вам, подписывайтесь на iTunes, слушайте нас, ставьте лайки, пишите комментарии, меня зовут Максим Самойленко, моего ведущего Александр Атиполихин, Саша, спасибо тебе огромное, кстати, да, я хочу открыть небольшую историю, вот наш прошлый, наш подкаст с Сергеем Галенкиным, он был, он рождался в течайших муках, и только из-за технических проблем там у Саши слетела дорожка, и только благодаря невероятной титанической работе Саши и по монтажу, и вообще по повторной записи, нам удалось спасти этот подкаст, и мне кажется, получилось очень здорово, и никто и не заметил, если бы я вам сейчас этого не сказал, вы бы и не знали об этом, спасибо большое, Саша, огромное тебе за всю твою работу, и прям очень здорово, всего доброго, услышимся через неделю, всем пока. Да, спасибо, что слушаете, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok